Приветствую вас! ЭО-2621 на базе трактора ЮМЗ, пожалуй, самый знаменитый экскаватор. Без него не обходится ни одно рытье траншеи, ведь его небольшие размеры и мобильность как раз для этих целей подходят. Но в 50-х годах прошлого века дела обстояли иначе. Экскаваторы были на гусенщином ходу, весьма громоздкие и к тому же с кучей тросов. А нужна была небольшая техника для земляных работ малых объемов, городах и сельской местности. И в 1952 году отдел кранов и экскаваторов Всесоюзного научно-исследовательского института строительного и дорожного машиностроения приступил к разработке нового экскаватора, главной особенностью которого должно стать применение прогрессивного по тем временам гидравлического привода. В качестве основы, на котором монтировалось необходимый экскаватор на оборудование, взято шасси автомобиля ГАЗ-63, а сам экскаватор получил индекс Э-151, что расшифровывалось как экскаватор с объемом ковша 0,15 метров кубических, модель первая. Шасси автомобиля ГАЗ-63 оставили без изменений, только вы немного укоротили раму на полметра. Экскаватор на шасси автомобиля мог развивать скорость до 50 км в час. Применение в основе автомобиля дало свои преимущества, чем не могли похвастаться обычные экскаваторы – скоростью, проходимостью и маневренностью. Также впервые был применен гидропривод для работы рабочих органов, а это позволило избавиться от сложных механизмов управления, стальных канатов, барабанов, фрикционов и т.д. Мощность от двигателя через коробку скоростей двухзубчатых колес и редуктор передавалась на вал отбора мощности, который, в свою очередь, приводил в движение три лопастных гидронасоса, два из которых нужны были для подъема и опускания стрелы и рукояти, а третий – для поворота платформы. Для выполнения работы имел навесное оборудование, в виде ковша объема 0,15 кубических метра, который мог крепиться как в одну, так и в другую сторону, и грюка для подъема различного груза. Закончивший разработку нового опытного экскаватора, институт так и не смог не то, что приступить к его испытаниям, но и даже к постройке первого образца, и были тому причины. Одна из них сводилась к тому, что легче и эффективнее использовать в качестве базы для установки экскаватора именно колесный трактор, нежели автомобиль. Вторая – это его производительность. Считалось, что обычный экскаватор небольшую яму выроет намного быстрее, и вопрос о создании экскаватора на базе ГА-63 был закрыт. Но спасли проект от забвения военные. Такой автомобиль как раз нужен инженерным войскам. И в первой половине 1953 года данная машина была создана, и приступили к ее дальнейшим испытаниям. За несколько месяцев испытаний он проработал в нескольких областях Московской области, где были выявлены ряд важных недоработок конструкции, такие как недостаточная устойчивость. Если при рыке мягкого грунта все шло хорошо, то при рыке более плотных грунтов машину могло прокинуть. Также такое наблюдалось и при подъеме груза при помощи крюка массой в одну тонну. Ввиду небольшой базы машины, такая неустойчивость наблюдалась и при работе обратной лопатой. Только на этот раз наблюдалось вывешивание не переднего, а заднего моста при начале заполнения ковша, вследствие неудачной конструкции самого ковша. И сделанные после испытаний выводы комиссии специалистов инженерного комитета и вне истории Дормаша пошли не на пользу экскаватору, посчитав данный экскаватор низкопроизводительным и недостаточно устойчивым для работы в военно-инженерной сфере. Таким образом он стал ненужным не только гражданским, но и военным. Но работы над этим экскаватором не прошли даром. Гидравлическая лопата дала толчок для дальнейшего улучшения данных землеройных машин. Но уже на базе колесных тракторов, представителем которых и является экскаватор ИО-2621. А если мой ролик вам понравился, был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего. Пока.